Всем привет, с вами Простак, а сегодня мы проверим недохакеров, которые рассказывают нам про PS5 эмуляторы. Как всегда, заходим в браузер, и вот это вот наш прошлый недохакер. Если ты вдруг его не смотрел, то как всегда в подсказках есть ссылочка на него, так что переходи и смотри. Ну и как всегда в начале, 3 победителя прошлого выпуска и 12 интересных комментариев. Если хочешь попасть в ролик, либо участвовать в розыгрыше, то смотри выпуск до конца и участвуй. Мы же долго не тянем и переходим к нашим сегодняшним недохакерам. Сегодня у нас будет целых 3 недохакера, которых мы проверим по очереди. Первый у нас идет PS5 эмулятор, Play, Spider-Man, Miles Morales, он ПК. Я не знаю, почему они так привязались к Miles Morales, почему не просто PS5 эмулятор, а именно Miles Morales, именно Spider-Man. Кстати, у второго тоже, и у третьего тоже вроде как. Но это подождем еще, потом перейдем с третьими. К сожалению, русскоговорящих я не нашел, очень жаль, придется смотреть англоговорящих. У первого недохакера мы сразу видим, что есть PS5 эмулятор, какая-то программка открыта, он в ней что-то там потыкал. И нам просят ввести какой-то кей. Я не знаю, почему так очень любят англоговорящие недохакеры перекидывать на такие файлы Human Verification. Я не видел ни у одного русского недохакера, который бы просил пройти какую-то верификацию, опрос или еще что-то. Ну, кроме отдельных роликов про опросы и заработок на них. Здесь же просто повально, каждый второй кидает на какие-то такие верификации. PS5 эмулятор, вот он. А, мы скачаем сам PS5 эмулятор? Кстати, если вдруг вам интересна данная тематика, то прожимайте лайки, пишите комментарии. И тогда в ближайшее время я запишу другую рубрику «Умный поиск» с PS5 эмулятором. А, нам уже здесь надо какой-то пройти опрос. Серьезно? Так, хорошо, получить. Дубль два, проходим еще одно голосование, да? Причем точно такое же. Тут мы выиграли еще и айфон. Прикиньте, да? Пришли скачивать PS5 эмулятор, выиграли айфон 13 про. Зашибись. Так, а что тут? О, а тут коробочки. Ой, к сожалению, ничего нету. Ой, к сожалению, ничего нету. А здесь бах и 3000 долларов. Не? А, кончились? Эх, жалко, что коробки кончились. Стоп, а где наш айфон? О, во второй? Сразу же? Нормас. Помните, да, где такое же было? Напишите в комментариях. У кого розыгрыши были такие? У всех есть увлечения. Это могут быть игры, кино, аниме и любое другое. И всем нам знакомо, когда тебе нравится что-то настолько, что хочется принести эту эстетику в жизнь и поделиться с окружающими. И с этим нам помогает Симайки.ру. Миллион различных толстовок, футболок, кофт. Я вот, допустим, себе взял вот эту кофту с Атачи, когда он делает гиндзюцу. Есть классный капюшончик. Очень мягкая, очень удобная, теплая. Я в ней явно буду ходить в университет и преподавать ученикам, чтобы они тихонечко сидели и за гиндзюцу. В этом, конечно, меня не пустят в универ преподавать, но, по крайней мере, на роликах и на стримах я буду сидеть в этой футболке, потому что она очень крутая, мягкая и удобная. Также, если вам вдруг интересно, вот тут есть анпакинг, я его сделал в ТикТоке, там все приближено, все очень красивенько и все понятненько, что из чего сделаны эти кофты. Также хочу напомнить, что данные принты не выстирываются, и я думаю, через год я точно так же в этой футболке и в этой кофте смогу перед вами делать различные ролики. Я очень доволен своими новыми вещичками. На сайте Симайки вы можете найти еще огромное количество одежды по самым различным тематикам. Кино, музыка, сериалы, аниме, мемам. Каждый найдет себе здесь что-то для себя. Я вообще три дня выбирал себе вещи и до сих пор не уверен, те ли я вещи взял, хотя эти тоже очень крутые. Отдельного ролика не хватит, чтобы рассказать про все те вещи, которые там есть. А их реально много. А если ты хочешь поддержать меня и получить качественную вещь, переходи по ссылочке в описании, используй мой промокод и получи скидку 10%. Этот промокод суммируется со всеми акциями на сайте. Ты пока открой ссылочку из описания в фоновом окне, а я погнал обратно проверить недохакеров в этой крутой футболочке. Так, ну вот айфон, я понял. Типа, чё, и... Пройти-то можно? У нас уже открылись две вкладки, на которых мы что-то делаем, но нам здесь не пропускают вот эта штука. О, и чё мы выиграли? Правильно. Ниху... У нас уже шесть вклад... Ой, сколько, пять вкладочек, и нам до сих пор не пускают. Я надеялся, что нам хотя бы программка скачается, и потом нас будут требовать ключ какой-то. Но эти грёбаные опросники пошли раньше. Так, ну я прочитал. Пойдём на мою почту. Теперь у нас есть почта. Мы её копируем. И... О, ещё здесь какой-то сюрприз. Ну давайте сюда почту вставляем. Отлично. Нажимаем сюда. А чё, всё, да? А, вот, надо было ещё раз нажать. Телефон, номер. Ой, куча всего. Пол, имя, отчество. Ну давайте чё, от балды впишем. Так, айфон 13, всё. Да, присылайте. Всё? Зашибись, класс. Кому айфон ещё нужен? Отправим. Так, она до сих пор вообще ничего. Уже прошло дофига времени. А она до сих пор типа... Две минутки подождите. Ну вот я уже кучу... По куче ссылок перешёл. Чё, где мой айфон-то? Так, айфон ко мне придёт. Это, конечно, здорово. Поиграть-то хотелось бы в Miles Morales'а сейчас. Но это не работает. Погнали смотреть тогда второго у нас. Ютубера, недохакера. Blackfire. И это, мне кажется, очень похоже на прошлый ролик. Ну, прошлую проверочку, которую я делал уже. Я не помню, ребят, был такой сайт или нет? Playonex. Так, он вписал PS5 эмулятор, его накинуло сразу же. Почему-то опять здесь Miles Morales. Кто-нибудь мне объяснит, почему Miles Morales? Давайте переходим по эмулятору. Скачался PS5 эмулятор. Нифига себе. Всё. А, не... Не, он точно был, потому что это PS Remote Play. Ну, я уже рассказывал, что это просто управление вашей же консолью. Просто, типа, вы играете за компом консолью, которая стоит там под столом. Я не знаю, в чём проблема. Просто подключите к монитору. Кто-то вот играет так. Так, хорошо. Давайте тоже нажимаем Free Download. Я надеюсь, что у нас хотя бы что-нибудь запустится. Так. О, хром заблокировал. Ясненько, ясненько. Да, не успели скачать, а уже, уже жалуются архивчик. Ой, жалуются хромчик. Перекидываем всё. А пароль? А пароль-то какой? Вот тут обидно будет, что реально там что-то есть, а я пароль-то не знаю. А, вот пароль. Едрить пароль-то придумали, ёкарнабабай. Так, перекидываем сетапчик. Всё, окей, вот он. Запускаем. И у нас тут сетап. А здесь какой пароль? Опа. 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 Так, хорошо. Windows Defender, иди отдохни, пожалуйста. Так, опять вписать пароль. Так, всё, пароль тот же самый. Всё, чики-пуки. Нажимаем Да. Пошла установочка. Ну, по крайней мере, пошла загрузочка установочки. Но я чувствую, что это очень будет похоже на наш любимый помощничек. Помощник. Так, сигнала нет. А у меня картинка есть. О, так. О, 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 ух, ух. Пошло, пошло, пошло. Ой, ёкарнабабай. Ой, я ничего нажать не успел. Тут уже хром закрылся, открылся. Восстановился. Чего? Так. Нет фреймворк какой-то. Я же сказал жопа комп. Ой, ой. А, не, она. Так. Надо скачать. У нас тут какие-то программки. Так. Чего-то открыться не может. Тут то, сё. Шо мы установили уже? О, вот эту программку мы установили. Калькулятор. Я... А, какой хрена калькулятор у меня здесь стал? Тут пошло какое-то скачивание. Комп начал гудеть почему-то. Зачем ты гудишь? Не гуди. И спичер задач еле открывается. Я напоминаю, у меня там Ryzen 7 3700X. О-о-о-о. Пачо. Раз. Два. Три. О-о-о. Какая кулья... Я же говорю, калькулятору вот эта фигня, это явно что-то левое. Вот, ещё что-то левое. Ещё что-то. Е-е-ещё что-то левое. И тут до хрена ещё всего левого. И тут ещё... Ё-о. Найс. Скачали PS5-эмулятор. Помните, я пытался скачать вируса на свой комп? Вот, вот. Надо было, б***ь, пробовать просто скачать это. Хорошо, давайте попробуем скачать игру. Так, где там игра? К сожалению, у меня до сих пор нету аккаунта. Потому что я ещё не восстановил его. Теперь качаем игру. Алё. Сайт залагал. Но комп гудит. И процесс... Э-э-э-э. Вентилятор начали крутиться на максималочку. Так. Вот, у нас опять пошли скачки. Э-э-э. Переходим сюда. Вот сетапчик. Э-э. Заходим в сетапчик. Тот же самый. Ай, блин, здесь сетап точно такой же. Сейчас, тогда в папочку его кинем. Вот у нас сетапчик. А, точно такая же программка. Найс. Ладно, ладно. Здесь, а где... А это просто закрылось. Алё. А чё она закрылась? А она закрылась, потому что собака у этого недохакера перегружался к... Хром. Падла. New PS5 эмулятор фри. Он андроид. Вы понимаете, да? Уже эмулятор есть на андроиде. Мы ещё на компах не запускаем, а уже на андроиде. GTA 5 фри for Android 2021. Я не знаю, как связан GTA... Почему именно PS5 и GTA 5? Ну, а, пятёрки, ладно, всё. Пятёрки есть в названиях, значит, сходятся. И вот в один момент, просто на первой минуте у нас включается андроид. Выключается наш... Не до хакер, потому что... Здесь его слышно. А здесь включается музыка, и просто играет музыка. До самого конца. И тут мы просто запускаем GTA 5 через Steam. Напомните, есть на PS5 Steam? Я что-то не думаю. Как это связано с PlayStation 5, я не понимаю. Но я уже проверял GTA 5 на телефон, кстати. Если вам вдруг интересно, можем ещё раз проверить. А в чём прикол-то вообще? Просто забайтил на название? Вообще не чувствую вкуса спрайта. Просто воду попил. Я не знаю, как он набрал количество подписчиков. Просмотры у него такие себе... А, ну вот, он написал на него PS5 эмулятор, и у него по просмотрам стало в три раза больше, чем вот на этих роликах. А тут Spider-Man тоже 1800 набрал 4 дня назад, а это 5 дней назад. Так, здесь у нас то же самое, да? Вот он тоже что-то рассказывает. Действительно! Зачем нам что-то слушать, смотреть? Спасибо большое. Опять закрылось, опять открылось. Монитор всё отключается, подключается. Я не знаю, он полгода просто думал над этой штукой. Я думаю, на этом пора заканчивать, потому что я навряд ли сейчас что-то ещё проверю. Давайте просто посчитаем, сколько программ нам установилось. Сколько вот запущено сейчас процессов. Короче, больше 30 различных процессов нам сейчас запущено на компе. И всё это из-за того, что мы попытались скачать PS5 эмулятор. GTA 5 уже у меня заговаривается язык. Ладно. На этом мы тогда будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился данный выпуск. А теперь рассказываю про интерактив. Я напоминаю, что все, кто участвует в интерактиве, автоматически участвуют в розыгрыше. Вначале я показываю 12 интересных комментариев, ты можешь попасть туда. Также, помимо этого, есть 3 рандомных победителя. Отвечаешь на интерактив, участвуешь в интерактиве и в розыгрыше. А для того, чтобы участвовать в интерактиве, отвечай на мой вопрос. И, пожалуйста, не пиши одно слово, напиши небольшую историю, чтобы нам было это интересно читать. Чтобы другим было интересно читать и интересно показывать ролики. А вопросом будет. Какую бы игру ты хотел запустить на компе? Ну, имеется в виду там со всех устройств. С Nintendo, с PS, с Xbox, с iOS, с Android. Что бы ты хотел, чтобы запускалось на компе? Чтобы прям полноценно, без эмуляторов, вообще ничего не лагало и супер оптимизировано было. Давай, пиши небольшую историю. Нам будет очень интересно это прочитать. 12 интересных комментариев будут в начале ролика. И 3 рандомных победителя, которые получат ту игру, которую они хотят. Для этого надо будет прийти потом на стрим в конце месяца. На этом мы заканчиваем. Огромное спасибо тем, кто досмотрел до конца, ребята. Вы мои самые любимые. Молодцы, что смотрят до конца. И надеюсь, вам действительно интересно. Ну и естественно, если ты вдруг досмотрел до самого конца, то не поленись. Напиши слово «конец». Таким образом, я лайкну все комментарии, которые написали слово «конец». И покажу вот здесь. Смотри, я их всех лайкнул. И не все попали в ролик. 100% можно попасть в ролик. Если ты уж хочешь, пиши. Ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Поехали еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok